Тюрьма для физического тела. Наверное, вы уже частично забыли, что я озвучивал в самом начале. Но я кое-что повторю, чтобы вы не упустили нить. Я проснулся в 9 утра, и в голову мне проникла одна мысль. Хоть это и не ментальное творение, но моя мысль, пришедшая ко мне, очень осязаема. Чем же? Теория, что Земля – это тюрьма для душ, касается только некой невидимой формы под названием душа. Некое энергоинформационное поле, кокон, в котором содержится, возможно, ваше «я». Это существо, которое нам не видно, является заложником тела или аватара, и, соответственно, мир, в котором мы находимся. Это нельзя проверить, это все эфемерно и неосязаемо. Да, были, конечно, попытки взвесить даже нашу душу. Есть некоторые фото, но наука все это строго отрицает или отвергает. Ученые смогли сфотографировать душу. Камера зафиксировала, как жизненные силы покидают тело в момент его биологической смерти. Наверное, вы читали подобные статьи. Так вот, почему же наука всеми силами отрицает существование души? Два варианта. Ее нет, этой души, или есть научный заговор. Очень просто ответить на этот вопрос, и в то же время очень сложно. Сами подумайте, ведь про существование души говорят многие религиозные и другие концепции. Есть огромный интерес. Так почему не выделяются огромные гранты на подобные исследования? А на ту же робототехнику просто вкладывают невероятно огромные суммы. Не есть ли в этом очень странное намерение закрыть эту тему? Одолить ее от простого обывателя, погрузив на плечи разных конфессий, которые еще имеют огромное влияние в этом мире. Я уже не говорю и про опыт. И плечи свои они подставили сами. Для них ноша очень тяжела. Но ощущать золотой слиток за спиной, конечно же, приятно. Во-вторых, ученые – это далеко не однородная масса. И многие люди из научной среды делали такие исследования и эксперименты. Но главный, монументальный колосс всего ученого мира отрицает все, что связано с душой и загробным миром. Почему? Да потому, что существует заговор. Да, теория мирового заговора – это не фикция. И дальше, пока вы будете смотреть мое видео, вы поймете, о чем я говорю. Есть еще довольно страшная информация про управление душами и втягивание душ разными мощными эгрегорами, которые всасывают души. Слабые души, не имеющие собственного сильного «я», волю и индивидуальное сознание. Но эта гипотеза очень свежая и пришла только сейчас ко мне. Звучит она довольно мрачно. Но если ты стал зомби, значит, какая тебе душа? Душа – это самоопределение во вселенной. А если ты полностью находишься во власти эгрегора, где там отыскать твое «я», где там отыскать твою душу? Ты будешь в его проекциях, в проекциях эгрегора находиться и при жизни, и при смерти. Только ответственность за себя, как человека, делает себя душевным. Творческая жилка, индивидуальные мысли, свой взгляд. Неплохо, конечно, попасть под влияние светлого эгрегора. Но если этот эгрегор пропах многочисленными жертвами, трупами, войнами, пытками, ложью, то велкам. Захочешь ты ли попасть под влияние этого эгрегора? Так любая религия пропахла именно этим. Тебя он ждет и после смерти. Лично я не хочу быть ни в каком эгрегоре, ни в светлом, ни в темном. Я хочу быть единицей независимой и независимой душой. Были ли эксперименты в подобной области? Они были, но их можно пересчитать по одной лапе трехлапого гуманоида. Пожалуй, один из самых известных. Врач из Англии Шампанер научными испытаниями впервые доказал действительность существования души или духа, сознания. Испытание было следующее. В комнате, где лежал больной, он подвесил под потолок доску, то есть врач, на которой положил некоторые мелкие вещи, о которых знал, соответственно, только сам врач. Если после смерти душа больного сможет взлететь, сможет увидеть свое тело, увидеть, как врачи спасают его тело, увидеть люстру на потолке, то душа должна увидеть и эти мелкие вещи на доске. Если удастся спасти этого больного, и он сможет рассказать про эти мелкие вещи на доске, значит душа это не выдумка, а объективно существующий предмет. Шампанер исследовал более ста больных. Семь из них, которых спасли после клинической смерти, очнулись. Рассказали, что увидели свою душу и все мелкие вещи на доске. Это научный эксперимент впервые доказал реальность существования души. Считается, что душа человека будет жить хорошо или плохо в зависимости от совершения добрых и злых дел при его жизни. Считается. Так почему многие люди, которые и являются садоводами, сажающими религиозные семена в вашем сознании, не придерживаются этой концепции? Да потому что они в это сами не верят. Результаты такого удивительного открытия, образно говоря, наносят серьезный удар по способам осознания современной наукой объективного мира. То есть, если верить этому эксперименту, то мы узнаем следующее. Человек может жить вне тела. По сути, не более мы узнаем. Но это очень важно. Да, еще никто не дает гарантию, что в неких определенных режимах мозг может выдавать разные визуальные картинки и видеть, подмечать то, что в обычном состоянии обычный человек, здоровый человек не видит. Ведь у человека даже в тяжелом состоянии всего его организма, всего его тела, все равно работает мозг. Пусть и в других режимах. Но он работает. То есть, если отключится полностью мозг, что мы увидим, не знает ни кто. И все рассказы, которые есть на форумах, поведают нам увиденное при живом мозге. Мозг является, возможно, ниточкой построения реальности даже для души. Но запомните это правило. И поверьте в него. Никто, абсолютно никто на земле среди людей не знает, что человека или уже гипотетическую душу ждет после смерти. Никто. Если вы будете уверены в этом, вы, наконец, поймете, почему наш мир несовершенен. Никто и даже самый верующий человек не знает и не уверен на все 100%. Что же его ждет после смерти? Не самые великие кукловоды, не самые знатные экстрасенсы. Никто. Почему так? Потому что главный закон этого мира гласит. Мы не умеем летать. Это тоже закон. Нет. Закон этой игры. Перед тем, как смотреть дальше, вы должны принять эту мысль. Не верьте никому, кто вам утверждает обратное. Они вам лгут. Или находятся в иллюзии своего эго и значимости. Но эксперимент, конечно, интересный и реальный, если верить в его правдоподобность. Он показывает, что есть некая сущность, которая покидает это тело. Наше сознание. Но опять мы не знаем, что же человека ждет после смерти мозга. Еще я вам хочу сказать одну тайну, которая является вовсе не тайной. Продигмой нашей реальности является ложь. Да, запомните это правило. Не зря оно действует в зонах. Не верь, не бойся, не проси. Вы думаете, зэки, глупые люди? Возможно, там сидят не профессора. Но долгое пребывание в замкнутом пространстве, с ограниченным числом людей, позволило кристаллизовать правила всей нашей жизни. Тюрьма, она как маленькая копия нашего мира. Есть разные люди там, мужики, петухи, смотрящие. В этой зоне. Также управляют деньги и сила, как и в нашем мире. Там также рулит информация. В тюрьме или в зоне. Все очень похоже. Только свобода ограничена еще на порядок. Да, доступ к противоположному полу. Что тоже немаловажно, конечно. И это позволило создать главную заповедь, которая проще, понятнее и актуальнее библейской. Не верь, не бойся, не проси. Заповедь девятая гласит. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Но это лишь частные случаи лжи. Девятая заповедь. Девятая часть моего видео. Совпадение? Не думаю. А ведь я специально этого не придумал. Основной смысл моего видео заключается в том, что вы не должны верить. Не верьте, что вам говорят кругом ложь. Телевидение, все СМИ, религиозные деятели, политики. Невероятно. Но почему все лгут? Такова, как я уже сказал, парадигма этого мира. То есть, овладевая ложью в совершенстве, ты без особых других качеств и усилий можешь управлять огромными массами людей. Во лжи скрыта невероятная сила. На лжи можно зарабатывать огромные деньги. Используя ложь, можно манипулировать любым человеком. Геббельс. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят. Хотя вроде как ее говорил не Геббельс, а сам Гитлер. Произнес он ее в своей книге «Моя борьба». Вот вам откровение человека, который смог совершить невероятные деяния. Конечно, если ко лжи добавить денег, то получается ядерная, ядренная, заряженная ложь. Еще раз запомните. Главное правило. Не верь, если ты не можешь это проверить. Почему? Да потому, что во лжи есть невероятная сила. Она дает преимущество. А, предположим, вы только с помощью одного громко сказанного слова можете напугать огромную массу людей. Пожар. Возьмите и проверьте, проведите этот эксперимент. Особенно это действует в обществе, которое комфортно себя чувствует. Так скажем, не в закаленном обществе, я имею ввиду, предположим, Россию или какую-нибудь африканскую республику, где жесткие условия и возгласом пожар вы, возможно, никого там не напугаете. Хотя она действует во всех странах, только с разной эффективностью. Но есть страны с хорошими условиями. Так назовем тюрьма с мягким режимом. Там свойственно людям больше верить полицейским и политикам. И они, конечно, правы. Например, в Швейцарии вряд ли коп подбросит килограмм героина лишь для того, чтобы повысить раскрываемость и повесить на вас всех собак. 11 сентября. Ну даже идиоту понятно, что это чудовищное деяние совершило правительство. А вспомните Сахарок Рязанский. Все, наверное, помнят, всякие взрывы в Волгограде. Большинство террористических актов это дело рук спецслужб. Я практически в этом уверен. Вот теперь вы понимаете, насколько некоторые люди в правящих кругах могут низко пасть, лишь для того, чтобы их интересы были реализованы. Хотя для них это звучит, я думаю, по-другому. Слышали выражение в 90-х? Подняться. То есть стать наваришей с баблом. Ведь это неплохо заработать. Но почему подняться? Куда подняться? Не на небо же? Нет. На пирамиду. Стать царем горы. Вот понимаете теперь, что они все не верят ни в кого. Или верят в то, что сами придумали или придумали их предки. Ведь они являются лишь звеньями длинной цепи правления. Цепи, в которой закована наша жизнь. Но они обычные люди. Самые обычные из плоти и крови. Так почему же они нами управляют? Расскажу еще одну тайну, которая по сути не является тайной, все ее знают. Одни из главных стран, которые управляют нашей жизнью, являются странами, которые стоят на костях. Продолжение следует...